Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Криптофронтмен. Сегодня мы поговорим с вами про биткоин, затронем прогнозы, поговорим с вами, что ожидать от него, по поводу коррекции, да, вот этих боковых движений, затронем Кингфишер и в обязательном порядке ответим на все важнейшие вопросы. Значит, начнем с того, что в своем телеграм-канале еще 1 апреля и далее в видео вчерашнем я затрагивал CPR-зоны и полагал, и полагаю, что цена должна была в первые-16 дней дотронуться, прийти к CPR-1. В том числе я публикую в телеграм-канале, да, то есть ситуацию первое, примерное касание зоны, именно области района CPR-1. Вот что получилось, то есть касание и резкий отскок. Но там же и сегодня ночью в телеграм-канале я пишу о том, что не нужно думать, что мы еще не вернемся в 27100 или даже не макнем чуть ниже. И вот этим макнем чуть-чуть ниже, вчера мы говорили про цены примерно 26400-26700, я еще сегодня эту зону покажу вам. Так вот, обратите внимание здесь, что немного не дойдя до района четкого, да, 27100, там плюс-минус, соответственно, цена серьезным образом отскочила и пошла вверх. Это и является важными зонами поддержки или сопротивления, в данном случае поддержки. И как я и писал, и говорил ранее, эта зона новая железобетон. То есть пробить это все на текущих фундаментальных новостном фоне не представляется возможным. Исключение только какие-то черные лебеди и, конечно же, серьезные ухудшения фундаментали. Пока этого нет, сказать, что это будет, я не могу. Я и полагал, и полагаю, что мы еще должны будем вернуться в CPR-1, а то и вовсе попытаться проколоть эту зону. Но более того, данный боковик, который мы наблюдаем, я о нем говорил неоднократно, и предполагаю, он еще может быть в районе 7 дней-14 плюс-минус. И я это вам сегодня докажу. Поэтому обязательно подписывайтесь на телеграм-канал, чтобы узнавать всю информацию из первого источника, а не черпать ее где-то на чужих ресурсах. В многих видео, в том числе вчерашнем, мы говорили о том, что на сегодняшний момент достаточно серьезная зона поддержки, да, у нас является 26500. Но с ростом, с каждым днем, она динамично двигается чуть-чуть выше. И, например, уже сегодняшним днем, если вдруг какой-то будет повальный обвал, то это уже даже не 26500, а 26518, 26520. И с каждым днем все выше, выше и выше. И это здорово. Более того, то, что мы находимся вот в этом локальном канале, в его микролокальном канале, то есть выше медианы, говорит о могуществе быков и мощнейшей их силы, что нас не пропускают ниже этой точки, ниже медианы. Соответственно, если мы пробиваем медиану, это 26518 плюс-минус. И я хочу поговорить насчет этой зоны. Так вот, можем ее обозначить и здесь, 26500 плюс-минус. И вы сразу же видите, что это крайне важная зона поддержки. Так откуда растут ноги? Не спешите, сейчас придем. Но вы помните, эти районы 27100 важнейшие, 26500 промежуточные и, конечно же, самая сильная зона поддержки 25730. Но доход до 25730 при текущих технических данных является крайне малореализуемым. Более того, как я пишу в телеграм-канале, я даю мало процентов на ракету от текущих. Этот процесс длительный. Как говорил вчера, писал телеги. Подождите, не спешите. Как минимум, я полагаю, что эта неделя еще пройдет вот в лучшем случае, вот в таком вот буквичке, что-то вот в этом районе. В худшем случае с проникновением в райончик 26500. И, в том числе, пишу здесь же, что я полагаю, что у нас должно быть два подхода к CPR-1. И здесь есть, конечно же, некоторая тонкость. Является ли это уже первым подходом? С высокой долей вероятности, что действительно это является первым подходом к CPR-1. Будет ли второй? Об этом же я и пишу, что я полагаю, что да, должен быть еще, скорее всего, второй проход. Но наличие огромного количества вот этих вот теней говорит о том, что все-таки коррекция еще не завершена и условно продолжается. Хотя уже есть определенные условия, что в ближайшем будущем, там, неделя, две, мы увидим с вами действительно серьезное движение вверх. И об этом, повторюсь, мы еще сейчас скажем. Идем дальше. И я напомню, что тейк-профитами всех этих движений будет первый. Да, это импульс этого локального звена, соответственно, райончик там 31 500 плюс-минус. И, соответственно, импульс бычьего флага или вымпела, что здесь сформируется. Потому что они все равно похожи между собой. И это райончик 37-39 тысяч долларов за биткоин. Более подробно об этом говорилось в вчерашнем видео. Итак, здесь нас интересовала именно медианка и то, что быки непосредственно являются сейчас еще силачами. По поводу того, что у нас здесь происходит. Мы говорили о том, что, да, Боллинджер у нас формировать должен горлышко. Вот это горлышко, в котором не пойдет расторговка. И здесь очень хорошо просматривается вот эта зона, локальная зона сопротивления этого глобального блока. Соответственно, вот это горлышко. И где же донышко будет? И вот это то, что мы сегодня затрагивали. То есть я полагаю, что именно этой части, вот этим нижним горлышком, будет райончик примерно 26-500 плюс-минус. Который мы с вами видим здесь, как естественную зону поддержки. И мы ее видели в том числе здесь, как восходящий канал. Таким образом, благодаря техническому анализу мы с вами обнаружили важнейшие зоны поддержки, сопротивления. А самое главное, мы с вами обнаружили будущее горлышко канала Боллинджера, в котором должна будет идти расторговка. Почему это так важно? Потому что мы находимся, еще раз повторюсь, вот перед пробоем этого глобального блока сопротивления. Как это было? Вот здесь, да, когда у нас был медвежий флаг, сейчас у нас бычий флаг. Во вчеркнем видео, кстати, я оговорился, никто меня не поправил. Это был тест на внимательность, вы его не прошли. Соответственно, здесь мы сформировали горлышко с доходом до CPR линии. Раз, и позже был второй подход. Пускай диагональный, но тем не менее, это считается второй подход. Еще раз напомню, я пишу, что это область, а не четкое касание. Трейдинг это не четкие цифры, это области. То есть не конкретная линия, а как правило, как минимум область. И это нужно понимать. Окей, тут было тоже два подхода с учетом дохода до первой CPR линии, что дало сил, и мы двинулись дальше вниз. Именно этот процесс формируется и сейчас. Вот он первый подход. Я полагал и полагаю, что он может быть второй, даже более глубокий. С доходом до все тех же 26500. И, соответственно, набор позиций и движение дальше вверх. И вот здесь давайте очень подробно. Что значит набор позиций и почему мы должны все-таки ринуться вверх. Обратите внимание. Стохастический индекс относительной силы находится в зоне перепроданности. Но он только входит в нее. Был 12 горизонталь. До этого мы были, да, но на пятнашке. Как правило, он путешествует от 100% до нуля. Разгрузка. Соответственно, с высокой долей вероятности мы должны будем дойти до примерно района там 0, 2, 5 и так далее, где будем совершать развороты. То есть, если учесть, что вот у нас 4 апреля, да, вот сегодня, значит, раз день, два день, три день, четыре день, пять. И вот только в понедельник, 10 числа, мы можем увидеть что-то наподобие восстановления. То есть, вот она пойдет неделька. То есть, те бары, которые мы указывали, там 33, могут быть и не 33. О чем я в том числе пишу, что не обязательно вот эти 14-16 дней. То, что количество суток измеряется моей писаниной. Имейте критическое мышление. То есть, нужно понимать, что для этого необходимо время. И по стахастику я вижу, что как минимум вот эта неделя, она должна будет еще быть закрыта. И у меня есть серьезнейшая аргументация, в дополнение к этому всему, я покажу вот в конце этого видео, что эта неделя должна быть как минимум еще коррекционная, в том числе в виде боковика. В том числе нас могут еще вот туда продержать вплоть до 11-12 числа. То есть, по сути дела, вот и выйдет тот период, о котором мы с вами говорим. Да, то есть, постепенный потом поход, выход через медиану Боллинджера и подход к верху горлышка, и уже пойдет пробой. И как раз ровно вписывается в то количество суток, которое предполагается. Но вы должны понимать, что это все локально и работа с будущим. И вот теперь подтверждение то, о чем мы говорим. Обратите внимание, вот этот фрактал текущий, и фрактал тот же, только сверху вниз. То есть, важнейшая зона, с которой мы работаем, да, 29600 плюс-минус ядро. Его нужно пробивать. Вот формирование медвежьего флага или вымпела. Тут можно и то, и то нарисовать. И здесь также бычий флаг или вымпел. Так вот, я обозначил, да, коробками. Обратите, пожалуйста, внимание. Здесь, возможно, несколько вариантов сценариев. Здесь был основной. То есть, движение вниз, да, по гистограмме сквизов. Вот она. Мы получаем раз, два. Потом этот коррекция. И вот следующий шаг. Медвежий флаг или вымпел, то, что здесь увидит, состоял из трех участков. Падение, коррекция, боковик и падение. Мы имеем с вами здесь движение вверх. Соответственно, вот этот важный момент. Я полагаю, что здесь должна быть коррекция. Какая-никакая, но через красную гистограмму. Вот этот боковик. И после уже снова движение вверх. Чтобы замыкать этот импульс. Финалом которого должен стать в идеале, конечно же, райончик 37700. Опять же, помним, области. Верно? Верно. Но что может пойти не так? Вот эта фраза. Что мало процентов на ракету от текущих. В каком случае возможна ракета? Ракета возможна только по этой системе. То есть, если гистограмма спускается, почти пришла в перезагрузку и рывок вверх-обратно. Это реально. Это возможно. И такое бывало и бывает. Например, как это было вот в этой части. Но здесь были большие объемы. И здесь было все великолепно. Идеально. То есть, без расхождения. Без каких-либо дивергенций. Сказка. А вот тут, если вдруг здесь будет расхождение, нужно максимально перебивать. Максимально, еще раз повторюсь, перебивать. Даже чуть-чуть, чтобы не было расхождений. В этой связи я убежден, что нам идеальнее всего разгрузить это все дело через боковое движение, набраться сил и рянуться дальше вверх. Чем насиловать, в прямом смысле этого слова, дневной таймфрейм. И это насилие вы можете увидеть вот здесь. Вот движение и рывок. Соответственно, огромное расхождение и вот это движение вниз. Конечно же, здесь не только наличие дивергенций по гистограмме. Здесь еще и другие дивергенции были. Но это выглядит примерно так. Если обратить свой взор на карту ликвидации Kingfisher, вы можете увидеть, что паритет, практически паритет между шортами и лонгами. Хотя лонгов вот в таких ситуациях, когда уже у нас идет глобальная бычка врага огненота таймфрейма и подпирается уже к неделе, подходит. Да, уж чтобы уже на неделе говорить такие громкие слова. Выходит, что лонгов в 2-3 раза больше. Но мы это сейчас не наблюдаем. Если посмотреть, то интерес к активу на споте не угасает. Это важнейший фактор, говорящий за то, что биткоин восстанавливается. Только вот наши великие спекулянты, такие как мы с вами, на маржиналочке, на фьючах. Вот они распродают, пока неохотно набирает, хотя уже в фьюче начали набирать. Я вижу, а спот вот потихонечку планомерно набирает силы. То есть все четко даже здесь выглядит, как бычий флаг. Боковичок в виде накопления и, соответственно, ожидается дальнейшее движение вверх. Но, опять же, это лишь мое мнение. Я могу ошибаться. Трейдеры вы. Я индикатор для вас. Дельта на продажу, она не сумасшедшая, большая, но она есть. Покупок мало. А раз вы не покупаете, мы будем потихоньку фиксировать. И вот уже, в том числе здесь уже видоизмененный Боллинджер, но он уже превращается в горлышко. То есть заходит и приобретает те черты, о которых мы с вами говорили. Вот именно те районы, те пределы, которые я вам показывал сегодня в видео. И, конечно же, измененный РСА. Посмотрите, мы все еще держимся на 50-й горизонтали. Опять. Возможно, нас заставят упасть вниз, как раз таки к тем зонам, о которых мы говорили. 26500 плюс-минус. Это в лучшем случае. Но еще раз не нужно думать, что мы ниже никак не можем пойти. CPR2 все еще нами рассматривать как важнейшая зона. То есть 25700, возможно, в виде тени с откатом и закрытием тела, скажем, в райончике 26500. Тень, возможно, в CPR2 плюс-минус, опять же, по областям. И это будет 100%, если все-таки РСА захочет разгрузиться через зону перепроданности. Конечно, это было бы идеально. И если мы говорим, что срок у нас неделя, а то и две, то вполне вписывается в разгрузку по тому же самому РСА. Хотя сил уже здесь достаточно для того, чтобы сделать определенные рывки хотя бы до R1 лонговой. Но это далеко не наша основнейшая цель. И в том числе, если мы посмотрим с вами на другую дельту, то мы можем увидеть, что опять же неохотно покупает, однако идет распродажа. Распродажа вменяемый, не сильный. И мы видим относительно смену тренда. Здесь у нас было распродажа, здесь у нас идет движение к нулю. Но пока еще нету 100% гарантии. В общей сложности боковик, он и в Африке боковик. Нудный, скучный, неинтересный. Именно в такие моменты не всегда любопытно смотреть видео про трейдинг, потому что вам хочется резко вверх или резко вниз. Но дайте тесту настояться. Что ж, друзья, на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии. В описании под видео замечательной биржи BitGit. Очень скоро появится чат для рефералов именно на бирже BitGit, торгующих рефералов. Анонс будет в моем телеграм-канале, обязательно подписывайтесь. И помните, если с вами девушка ради денег, потому что вы успешный трейдер, не нужно ее судить. Вы такой же, ведь вы и трейдингом занялись тоже ради денег. Так что вы тоже в некотором роде такой, как она. Ну, типа. Всего доброго, увидимся.